Добрый вечер! Мы продолжаем изучение книги Берешит по урокам Рава Шерки, и сегодня у нас третий урок. Я включаю демонстрацию. Третья статья, урок четвертый, по-моему. Да, наш урок четвертый, но по третьему уроку Рава по книге Берешит. Итак, статья называется «История как подготовка к восьмому дню Творения». В восьмом дне есть непосредственная связь между Творцом и Творением. И в этом, по сути, главное содержание седьмого дня — подготовка к восьмому дню. Это, собственно, краткое содержание того, что мы сегодня будем проходить. Итак, седьмой день не закончился. В описании Творения есть стих, который все время повторяется. «И был вечер, и было утро, день такой-то». И всегда этот стих подводит итог каждому дню Творения. Так говорится после трех этапов, которые я называю. План, реализация, оценка, а после итог. Ну тут, чтобы понять процесс Творения, Рав делит его, во-первых, на дни. То есть вот эта фраза «И был вечер, и было утро», она идет в конце Творения. Она завершает каждый день рассказ о действиях каждого дня. И то, что происходит в каждом дне, Рав еще делит на три части. План, реализация, оценка. Пропал звук? Пропал звук? Сейчас уже слово есть, да. Так, ну да, если что, тогда говорить. Он почему-то пропадает иногда. Первый день сказал Бог, да будет свет. Да будет свет – это план, проект. И стал свет – это реализация. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы – это оценка и подведение итогов. И был вечер, и было утро – это резюме. Мы видим, что это повторяется. Во второй день сказано, и был вечер, и было утро – день второй. Третий день, и был вечер, и было утро – день третий. И так далее. Только в шестой написано немного по-другому. И был вечер, и было утро – день шестой. Там на иврите написано шестой, да, хашиши, с артиклем, с определенным артиклем, что как бы намекает, что этот день отличается от всех остальных дней. Он какой-то особенный. Может быть, надо было написать с большой буквы, чтобы в русском языке тоже было какое-то различие. Потому что определенный артикль – это не значит намек на какой-то определенный день. Определенный артикль. До этого все не были такие неопределенные. С одной стороны, это определенный день. День творения. Но, видимо, при этом это еще какой-то прототип всех воскресеньев, понедельников, вторников и так далее. Не был намек на никакой конкретный день. А в шестом там написано немножко иначе, да. Да, ну есть ряд комментариев, почему день шестой выделен определенным артиклем. Один из них – это то, что в пятницу, в шестой день Тора была дарована. Но это, по-моему, не единственное. Да, ну в шестой день Сивана, в данном случае это для нас не существенно. Просто заодно же, поскольку Рав отметил, что написано немного по-другому. А так это он в скобках, как вы заметили. Потому что главное для нас – это то, что у каждого дня было такое подведение итогов. Если уж мы немножко остановились, я, может быть, вкратце скажу, что Рав тут подчеркнул, что в каждом дне есть несколько этапов. Есть этап планирования, реализации, оценки, подведения итогов. Но он не продолжает дальше эту тему. Это очень большая тема. Мы, когда учили книгу «Манитумы», об этом очень много говорили. О значении того, что в каждом дне можно найти вот эти этапы. И какой смысл описания реализации. И как Всевышний оценивает эту реализацию. И так далее. Но в данной статье Рав не углубляется в эту тему. Он просто о ней упоминает. Но если же он упомянул, то хотелось подчеркнуть, что это тоже очень важно. Что в каждом дне творения были эти четыре этапа. Но последний этап, вот итог, он подводит итог всему. Было утро, был вечер. День. Один, два, три, четыре, пять. Ну, из этого, мне кажется, важно, что мы видим, что у Всевышнего есть какой-то план. Да, относительно каждого дня он планирует. Потом исполняется. И потом он как бы оценивает. И это нам нужно иметь в виду, что относительно того, что происходит сейчас, у него тоже есть какой-то план. И, соответственно, будет какая-то оценка, мне кажется. Да, это тоже, конечно. Безусловно. То есть я хотела сказать, что то, что осталось за кадром, это почему не реализовались полностью его планы. И какой в этом смысл. Но это отдельная большая тема, которую мы здесь не касаемся. У меня еще есть такое маленькое включение. Вообще вот этот вот принцип, он реализовался в конце 20 века. И он называется цикл дюминга. Он реализовался в управлении и в производстве. То есть это такой замкнутый цикл, который позволяет непрерывно совершенствовать любой процесс. То, что это разделено на четыре части, то, что у нас есть планирование, реализация, оценка и итог, это означает, что на каждом этапе процесса мы видим, что не так, и можем нести изменения. Или я неправильно поняла вас? Да, это совершенно верно. То есть каждый процесс надо именно пускать вот по этому замкнутому циклу. То есть ты планируешь, делаешь что-то, оцениваешь и находишь способ развить это дальше. Замечательно. Замечательно. На самом деле это прекрасное дополнение, по-моему. Это показывает, что даже тот человек, который не знаком детально с тем, как надо понимать, первую главу книги Береши, никогда не читал монету, но интуитивно он находит вот эту правильную структуру производства, скажем так, которая позволяет, как вы говорите, совершенствованию. То есть мы видим, что не так, и можем исправлять. Это, собственно, в этом задача человечества, это прекрасно. Но в простом применении к циклу производства, это, я думаю, очень важно. Как бы это естественно зашито, скажем так, мироздание. Так должно быть, если мы интуитивно можем или из собственного соображения найти эту форму. Спасибо. Ну да, видимо, из того, что человек создан по образу и по душе творца, как-то подсознательно в нем это проявилось и стало конкретным бизнес-планом. Даже если мы не выучили это из тары, это интересно, это само по себе отдельная большая тема. Нужна ли тара обязательно, чтобы понимать такие вещи? Помогает она в какой степени? Или иногда можно найти этот путь даже в том, говорит, если бы, например, если бы у нас не было тары, мы бы выучили скромность от кожи. Неважно, о чем там конкретно говорится. То есть в самом ткани мироздания есть некоторая логика, правила. Есть возможность найти Всевышнего и здесь тоже. Но тара нас поднимает на какую-то более высокую ступень, и у нее есть какие-то параллельные вещи, да. То есть тара, она отразилась, получается, на всем законе природы, и теоретически человек, наблюдая за природой, может все это самое вывести, да. Только у нее это займет очень много времени, вот. А мы это можем постичь из учения мудрецов. Вот это я не знаю. Тут точно сказать трудно. Может быть, есть вещи, которые... Об этом есть разногласия, об этом... Но это тоже отдельная большая тема, может только намекать. Есть ли вещи, которые не в состоянии мы объяснить, национальные или нет? Есть ли у них тогда возможность у этих вещей, как вы говорите, осознать их без дарования? Это в самом себе довольно сложно сказать. Но есть многие вещи, у которых есть варианты. Это в Талмуде иногда очень заметно. Есть вариант вывести это из старых, какой-то закон. А есть вариант сказать, что это свара, это разумное соображение. Для этого не нужно вообще обращаться к Писанию, потому что и так понятно, что так должно. Ладно. Закроем скобки тогда на этом, да? Да, и пойдем дальше. Наверное, дальше надо, да. После этого мы видим. И завершены были небеса и земля, и все их воинство. И завершил Бог на седьмой день свой труд, который делал. И почил Он в седьмой день от всего своего труда, который делал. И благословил Бог в седьмой день, и осветил его. И был вечер, и было утро, день седьмой. Так, если все молчат, тогда я двигаюсь дальше. Да, но это необходимо, иначе спойлер. Итак, мы видим, что в завершении каждого дня Писание говорит нам. И был вечер, и было утро, день такой-то. Например, про день седьмой сказано. И был вечер, и было утро, день седьмой. Удивительно, что никто не возмутился против фальшивого стиха в Торе. Такого стиха не существует. Я думаю, что часть из вас, конечно же, знает, что этого стиха не существует. Просто промолчали из вежливости. Ну, я думаю, всем понятна шутка Равина, да? А стиха этого нет. Он это как бы сделал, подчеркнуть, что это однопрашивается. Он не просто так это сказал. Потому что это естественно, мы ждем уже. И вдруг, седьмой день, и вдруг мы ничего не слышим. Да, это... Прошло не так. Да. Почему нет? Но в отсутствие этого стиха в Торе заложен очень глубокий смысл. И смысл в том, что это следовало написать, если бы седьмой день завершился. Но мы видим, что этот день, судя по всему, не завершился. Мы до сих пор находимся в седьмом дне. И здесь Тора дает определение миру, в котором мы живем, и всей человеческой истории. Это седьмой день творения мира. Седьмой день – это время, когда Всевышний не вмешивается в то, что сотворил. А поскольку он не вмешивается, то дает возможность человеку действовать вместо него. Тогда у нас есть автономный человек, и у него есть собственный план, который он должен осуществить. Когда человек завершит задачу седьмого дня, тогда будет записано в Торе. И был вечер, и было утро, день седьмой. Мы, по-моему, в прошлом раз уже говорили на эту тему, что очень интересная вещь. С одной стороны, мы говорим, что Всевышний не вмешивается в творение. С другой стороны, мы говорим, что Всевышний постоянно поддерживает существование мира. То есть как бы творит, но вроде бы как бы не творит, но как бы на другом уровне что-то получается. Вот как-то так мы, я помню, мы говорили об этом. Творение – это само по себе. То, что он каждый день обновляет творение. Обновляет, да, но это как бы… Творение – это совсем не на уровне времени. Это на другом уровне. А вопрос, тем не менее, не существует. В течение времени, в нашем бытие, в нашей бренности, действует ли Всевышний или нет? Или он так, как в других религиях. Есть такие боги, которые создали мир и отстранились от них совсем. Нет, у нас не так. Мы утверждаем, что Бог продолжает управлять миром. То есть даже не на уровне творения каждодневного, что это более высокий уровень, чем уровень миродействия, миробренности, мировремени. А вот именно на этом же самом уровне Бог все равно управляет миром. Но он как бы скрыт за каким-то экраном, за каким-то завесой. То есть мы не видим воочию его управлять. Там дальше Раф что-то толкует. Мне что-то кажется, что мысль не закончена. Или нет? Нет-нет, это как раз вся завязка. То есть весь урок на эту тему. Что седьмой день не закончен. И судя по тому, что у Всевышнего Шаббата он не вмешивается. И тут как раз и парадокс. Вмешивается он или нет? Но есть аспект. Да, Нахама сказала, что он каждый миг творит всю реальность. Но это один вопрос. Другой вопрос, вмешивается ли он в историю. Мы видим, что все происходит само по себе. Как бы. В каких-то редких случаях только возможно. Активное вмешательство? По пальцам, можно сказать, пересчитать можно, когда были какие-то явные проявления Всевышнего в истории. Видеть каких-то чудес, каких-то сверхъестественных событий. Как там исход из Египта, допустим. И что-то там, какие-то моменты. Потоп. Там, где второе сказано однозначно о том, что Бог вмешался. Но это какие-то критические ситуации, когда возникает впечатление, что без вмешательства вся программа рухнет. Весь план Всевышнего по сотворению мира, достижению какой-то цели истории, он не выполнится, если здесь не вмешаться. И всегда все эти вмешательства, они, можно сказать, приводят к каким-то масштабным катаклизмам. Потоп, десять казней. То есть вмешательство, развержение моря там, когда гибнет потом вся армия египетская. Но это единичные случаи. А в обычной жизни, тем не менее, мы тоже считаем, что Всевышний постоянно управляет миром, каждый мир. Но это происходит через то, что нам кажется случайностью. Как это происходит, это вопрос очень непростой. Я бы сказала, загадочный даже. Монету говорит, что это чудо, это загадка. Потому что на самом деле, постичь это разумом фактически невозможно. Есть такой интересный очень раввин израильский, философ и талмудист, очень интересный человек, у него очень интересная мысль, но на грани, иногда у него какие-то собрали на грани отступничества, скажем так. И он иногда говорит, что не может такого быть, чтобы у вещей было две причины. Одна причина естественная, что цветок растет, потому что он получает из земли питание и воду из дождя и так далее. И растет, и превращается в цветок или в дерево. А другой вариант существования, это то, что, как сказано в Талмуде, что над каждым цветком стоит ангел и говорит ему, расти, 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 расти. То есть все происходит исключительно под влиянием управления Всевышнего. Все атомы, все мироздание двигается только потому, что запланировано. И в такой ситуации как бы тоже странно, непонятно, где есть место свободы воли и так далее. Но есть такое еще представление, с которым Михаил Авраам не согласен, что есть двойная причина. С одной стороны, все происходит естественным путем, а с другой стороны, за всем стоит управление Всевышнего. И эта вещь действительно какая-то чудесная, которая нам постичь трудно. Но это как похоже, что он управляет из сокрытия. Да-да-да, это так и называется. Он управляет, но он сокрыт, мы не видим этого. А вот какая тогда наша задача раскрыть его тогда, если он находится в сокрытии? Об этом как бы и урок, да. Мы сейчас дошли до такой точки, что вы поняли, что он ушел в сокрытие Всевышнего? У него начался седьмой день творения. Что будет дальше? До свидания? Хорошо. Да, это, собственно, является вопросом, который задает Раф в этой лекции. И, мне кажется, мы должны попытаться найти на него ответ сегодня. Ну, тогда двинемся дальше. Там, в принципе, будет еще возвращение к этой же теме. Да. Неудача земли. Тут нам нужно более глубоко войти в детали, написанного в Торе. Если вы помните, в 24 стихе первой главы написано, что есть разница между планом шестого дня и его реализацией. В плане шестого дня в 24 стихе сказано. «Да произведет земля душу живую, скот и присмыкающихся, и зверей земных». Если мы сделаем список того, что было в плане, мы найдем там четыре вещи. Живая душа, скот, присмыкающиеся и звери земные. А реально в 25 стихе написано. «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и присмыкающихся по роду их, и увидел Бог, что это хорошо». И здесь есть три вещи. Одной не хватает. Это живая душа. Создание живой души из земли, из природы не произошло. И в этом есть некоторая неудача. Поэтому 26 стих говорит нам. «И сказал Бог, сделаем человека». В следствии неудачи, невозможности земли произвести душу живую, Всевышний говорит, сделаем человека. И тогда мы понимаем, что та живая душа, которая не смогла возникнуть силой природы, это человек. И в 7 стихе 2 главы сказано. «И стал человек душою живой». Нихамы, я помню, что у нас было, вот когда мы читали книгу «Маниту», вот в этот момент тоже, что вот земля должна была что-то такое породить, но вот не породила. Должна была там породить человека, породить живую душу, но вот не смогла. Да, как-то вот, я помню просто момент интересный. Ну, змеи там были, да? Там что-то было, там какой-то змей, да, змей, дракон, что-то такое было, но вот не получилось, человек не получился. Да, это во многом расширки идет за «Маниту», хотя тут есть некоторая небольшая идея, которую мы не видели в книге «Маниту», может быть, есть в других каких-то его книгах, но вот той, которую мы учили, это сейчас будет дальше, правда, будет говорить. Но там мы говорили только о том, что вот змея, а змея он здесь вообще не упоминает, он как бы остается за рамками этого рассмотрения, потому что она направлена на задачу человека, но на неудачу Земли. Ну, там мы говорили о том, что, да, вот этот змей, который соблазнил Хау в райском саду Эденском, это как бы неудача Земли при попытке создать, выполнить вот это планирование, да, мы говорили, что планирование, реализация и так далее, там, каждый день в нем есть четыре этапа. Да, и вот эти, это планирование, оно было планировано, Земля, который создавал человеку? Земля попыталась, и она, у нее вышла вот этот змей, а душа живая, а то, чего у него не хватало, он как бы естественный человек, человек чисто природный, естественный, мира, в котором нету чего-то очень важного, а именно морального чувства, то есть понятия нравственности, он всем хорош, он, как мы видели, этот змей, он там ходит, прямоходящий, ходит на двух ногах, он разговаривает, он разговаривает с Хавой, он разговаривает со Всевышним, то есть у него даже есть способность к пророчеству, единственное, чего он нет, у него нет морали. Но это осталось здесь, это осталось в стороне, сосредоточено немного на другом, на том, что мы сейчас увидим дальше, что по его комментариям он обращается к Земле и говорит, сделаем, ну давай сделаем, и в результате он делает сам, да, как мы видим. Ну, это будет сейчас дальше, по-моему. А вот я как раз хотела вот здесь акцентировать внимание, что он обращается к Земле, сделаем, и получается, что Земля тоже является прародительницей человека. Да, это так запланировано. Сначала был план, здесь несколько этапов, сначала был план, Земля пыталась сделать душу живую, не сделала, это одно. После этого не хватает главного действующего лица, мы хотим, чтобы человек был создан, поэтому Всевышний обращается снова, ладно, ты одна не справилась, обращается к Земле и говорит, давай сделаем, давай сделаем вместе, я буду в этом участвовать. И вот он вдохнул человека в душу живую, стал человек душой живой, то есть свою часть Всевышний выполнил. Дальше вот оказывается, что Земля, видимо, даже в таком партнерстве со Всевышним не смогла как-то до конца выполнить свою часть. Васяк, в смысле, вот на этом. Оно отключилось. Оно отключилось. Всяк отключилось теперь. Всяк у вас, всяк у вас. Вот у нас все время микрофон у кого-то включен. Василий, Василий, вы что-то хотите сказать? Нет, когда он отключился, да? Да, Ирин, Ирин, ты что-то говорила. Я говорю, это дальше будет сказано, да? Да, да, это сейчас мы увидим, да. Это просто вот спойлер. Как бы нас меньше интересует, что в первый раз. Секундочку, только не хам, а не хам, секундочку. А вот, по-моему, мы только что сказали, что чего не хватает, вот можно ли как бы без Бога или без откровения прийти к там, ну вот до чего-то дойти там, или вообще как бы само... Вот такой момент, да, вот, что идет от откровения, что идет, как бы, естественно, из природы. Ну вот, получается, вот вы сказали, что, да, земля породила существо, которое всем было хорошо, и на двух ногах ходило, и умное было, но только что вот морали у него не было. То есть все-таки, может быть, это вот мораль, и мораль как раз то, до чего самому дойти живому существу невозможно. Вот это вот очень главный вопрос, и он совершенно не очевиден, и так кажется. Мы не можем, мне кажется, мне трудно очень ответить, что трудно, почти невозможно ответить это стопроцентно, потому что могло ли быть иначе, если это было запланировано. Теоретически такая возможность была, как говорят, мы тут всегда мы считаем до, не знаем, как будто не знаем, что будет дальше. И Рам Шерки тоже про это говорит. Вот как бы Бог говорит, земле поручает природе создать человека, и такое впечатление, что есть возможность, что такое случится. То есть теоретически, очень-очень теоретически из природного мира может быть создан человек, но практически это не реализовано. То есть есть тут какое-то очень тонкое сочетание между тем, что это возможно или невозможно. Мы, когда изучали это в Маниту, я тоже об этом говорила. Поэтому можно так сказать, я думаю, что очень-очень теоретически все могло бы быть, даже без царей, без откровения. Почему сначала Бог этого не дал сам началу, тары и откровения, если без этого нельзя, если когда-то это понадобится? Потому что он все-таки рассчитывал, что даже без откровения, без тары, это окажется возможным, да, что человек сможет морально продвинуться. Но оказывается, что раз за разом потом, как мы видим в таре, это не получается. Требуется снова вмешательства Всевышнего и откровения, и дарования тары, чтобы помочь человеку реализовать свою задачу правильного нравственного выбора. Потому что это длинный такой путь, как оказывается, необходимый. Хотя в чисто теоретическом плане, наверное, можно и без этого, да. Теоретически могла бы и Земля создать моральное существо, но это не реализовалось. То есть в чисто природном мире морали как бы не существует, хотя, может быть, начатки морали какие-то есть, если мы посмотрим на животных. Но, опять же, не то, что может быть основой для реализации цели творения. Ну, хорошо, тогда пойдем дальше. Ну, это правда, я не знаю, понятно ли я сказала, но это действительно сложный вопрос, потому что ответить однозначно на это трудно. Ну, как я понимаю, все-таки было какое-то вмешательство, когда какая-то шла речь именно о каких-то нравственных моментах. Там, не знаю, Бог говорит Адаму, Бог потом говорит Нолоху, Бог говорит Аврааму. То есть какие-то все время, ну, какие-то постепенные идет внедрение каких-то правил. Там, не делай того, не делай этого, там, не убивай, там, не ешь там от живого, там, еще что-то. Постепенно увеличение каких-то вот предписаний. То есть не то, чтобы там люди сами бы до этого дошли своим умом, что там не надо там кого-то есть, там, или не надо там убивать, или что-то еще. То есть вот как-то так. Или, наоборот, вот допотопное человечество как-то совсем было какое-то совсем разращенное, может быть, потому что какое-то как-то не особо было, они не очень интересовались тем, вот, а что вообще Бог думает по этому поводу. Не очень интересовались. Там все тоже не так просто. Да потопное человечество там тоже все время ожидается от человека, Тора все время ожидает, что он справится. А он все время не справляется и скатывается ниже и ниже, вместо того, чтобы подняться. Поскольку на каждом этапе как бы предлагается свобода выбора, оказывается, что мы делаем неправильно. Изначально так задумано, ну, иначе не было бы этой книги. Ну, если бы все сразу, если бы Каин сразу оказался в мессии, то не было бы изданных. Ну, пускай Андрей, наверное, почитает, да? Дальше. Хорошо, следующий отрывок сотворил, но не сделал. Получается, что живая душа — это человек, и он не может быть создан силой и природой. Но сразу возникает вопрос, почему Писание не сказала нам, произвела земля человека? Почему используется поэтическое выражение «живая душа»? Приходится признать, что то, что земля не смогла создать, — это не биологический человек. Биологический человек мог быть результатом эволюции по Дарвину, и это нормально. Насколько я понимаю, это вот то, что Маниту называет змеем, да? Вот это биологический человек, то есть гоминид, который выглядит как человек, но у него нет никаких основ морали. То есть он ведет себя как животное. Но то, что не смогла произвести земля, — это именно живая душа, то есть душа человека. Ведь душа не подчиняется детерминизму природы. Законы природы не действуют на живую душу. Та часть, которая делает выбор между добром и злом, которая свободна, она не может прийти из природы. И об этом сказано. И сказал Бог, сделаем человек. Вот как раз о том, что мы говорили, что мораль не может прийти из природы. Она вот, то, что нам в Туре написано, вдохнула душу живую. То есть она приходит откуда-то извне. Так, как получается. Сделаем, сказано во множественном числе. Не сказано «я сделаю». Объясняет Рамбан. Сделаем человека — это я и земля. То есть земля в одиночку не смогла создать человека, и тогда Всевышний становится ее партнером. Мы вместе с землей сделаем человека, и тогда это должно получиться. Теперь мы должны проверить, получилось ли это. И выясняется, что и здесь была неудача. Ведь в плане сказано «мы сделаем человека», а в реализации сотворил Бог человека. И сотворил означает, что он совершил только часть работы. Ну, здесь нужно объяснить, что про брия, яцера, сия, что творение описывается тремя глаголами. Бара сотворил, под которым понимается творение из ничего. Следующий этап — это яцар. Яцар — это формирование, это вот уже лепка какой-то формы. Яцар — это гончар, еще называется, который лепит. И последняя часть оса — это уже предание окончательного вида. То есть, бара получается дать какое-то место, дать какой-то потенциал. Яцар — это уже создание формы. Ну, например, плотник решил сделать стул. У него есть форма этого стула в его воображении. Но нет материи. То есть, он его может сделать из пластика, из дерева, из металла и так далее. То есть, форма, которая уровень яцера, она нематериальна. То есть, она может быть там, ну, как квадрат, например. Да, это форма. Там он, как бы, когда может быть нарисован, может быть вырезан и так далее. Вот. И оса — это уже, соответственно, последний этап создания, ну, до которого дело не дошло. Да, то есть, они должны были сделать, а в реализации сотворил Бог человека. То есть, это только первый этап, а не третий. Творение — это часть действия. Всевышний совершил свою часть работы, дал человеку душу. Но Земля, как видно, еще не закончила свою часть работы. Отсюда мы понимаем, что когда начался седьмой день, осталась часть творения, которая не закончена. И написано. И увидел Бог все, что он сделал. То есть, сделал — это третий этап уже окончательный. И вот очень хорошо. Все, что он сделал, а не то, что он не сделал. И это человек. То есть, про человека не сказано, что он сделал в виде реализации. Сказано только в виде плана. Да, мы сделаем. А реализован этого не было. Мы, которые об этом не считают. Человек должен быть сделанным, а он не был сделан. И это проясняется после, во второй главе. И почил он седьмой день от всего своего труда, который сделал. И благословил Бог седьмой день и осветил его. Ибо в сей день почил он от всего своего труда, который сотворил Бог, чтобы сделать. То есть, сотворил первый этап, сделай третий этап. То есть, сказано сотворил, уже есть, да. Чтобы сделать, этого еще не сделано. Только потенциал. То есть, нужно было сделать, а он только сотворил. Как написано. Сотворил, чтобы сделать. Теперь мы понимаем, что та часть, которая должна была быть сделана, а была только сотворена, это человек. И отсюда мы видим, что седьмой день – это время, в которое должен действовать человек. А вот немножечко назад, если вернуться, Андрей. Вот там упоминается, как бы, что, в принципе, Земля, то, что делала, это вот могло быть результатом эволюции. То есть, вот это интересный момент. Насколько вообще, как сочетается рассказ о сотворении мира библейский и вот именно учение об эволюции видов, вообще, происхождении видов, как бы, то, что сам, как бы, природа сама каким-то образом там постепенно от простого к сложному выводит какие-то виды. Вот мне вот интересный вот этот момент. Насколько вообще, как это, как это соотносится вообще, вот, ну, многие же, говорят, сдаются вопросом, наверное, да. Сказано, что Бог сотворил мир шесть дней, а мы-то, как бы, ученые, говорят, там, каких-то миллионных лет вообще, где и как это все вообще соотносится. Вот, не хамоч. Это значит, что Тарвини имеет, имеет, имеет... Есть много ответов на этот вопрос. И есть целая лекция Раваширки, по-моему, там, в книгах, которые... Как называется? Я забыла. Неважно, ну, тех, которые... Про Тару науку он читал лекции, тех лет, с которыми Слава Махараму сделали книжки. И про Тару науку, по-моему, даже в первом издании «Израиль и человечество» называется. Так он там разбирает разные, разные подходы к соотношению Тару и науку. Это очень интересно. Действительно, все, все эти шесть подходов у него есть. Но поэтому есть много разных ответов. В данном контексте можно даже спокойно сказать, что вообще шесть дней творения – это не активная часть этого мира. И, в принципе, она только говорит о создании вот этого физическим, метафорическим, а? Ирина, дай мне сказать. А создание человека... Я подумала, что вы закончили. Нет, а создание вот этого морального человека – это история создания морального человека. А что там было до этого, это все как бы... То есть можно сказать так, что, допустим, эти шесть дней – это какой-то промежуток, вот именно когда человек именно стал человеком. А до этого момента могло пройти там миллионы лет, могли пройти, когда что-то там было другое. Ну, есть много разных, есть всякие физические представления, я слышала разные вещи, я не знаю, насколько я не физик, насколько это действительно точно, что по его подсчетам вообще все получается зашибись. Он рассматривает эту теорию большого взрыва и каким образом там, с точки зрения теории относительности, вот эти миллионы лет, они сводятся к шести дням именно Всевышнего. То есть поскольку мы знаем, что там, да, на элементарном уровне, что когда человек летит со скоростью большей скорости света, время у него замедляется. И в расширяющейся Вселенной по этой теории, которую я слышала, там, если ты будешь считать время с точки зрения там внешнего, наблюдателя, условно Всевышнего, то оно как раз и будет составлять через дней. Но это как бы необязательная такая вещь, вы можете совершенно по-разному интерпретировать Тару, потому что Тараги занимается, в принципе, наукой. Она, как нам в самом начале Рам говорил, порядок это не порядок хронологический, хотя он в чем-то иногда совпадает с образованием видов, как мы знаем, и это в самом себе интересно. Тара занимается моралью, а не наукой, поэтому вопросы у меня не совсем корректны. Хотя шестая точка зрения, которую там Рам Шерки приводил в этой лекции, что вообще говоря, в конечном итоге, когда мы будем очень много уже знать про науку и очень много будем уже знать про Тару, это знание должно стать единым. Знание о мире и соединиться знания Тары, знания науки, все будет как бы сочетаться. Но на сегодняшнем этапе для нас это не так существенно понятно. Хотя есть книги, так это есть, есть книга профессора Эзера про то, как сочетать Тару науку. Это интересно, сам по себе вопрос, но он как бы не особенно актуально. Но интересно же действительно, что вот аналог того, что Земля создала, не смогла создать человека, а смогла создать, скажем, вот этого змея, существо, у которого нет морали, это может пониматься так, что это вот предчеловек. До того момента истории человечества на Земле, или там предки человека на Земле, до того момента, когда вдруг человек осознает себя морально. Интересные там были соображения, я слышала от антропологов, что есть какой-то уровень в развитии человека, когда находят останки старых людей с давно зажившими переломами. Это показывает, что в этой культуре, в этом обществе, это уже было не общество аморальных каких-то полулюдей, а в этом обществе заботились о стариках, заботились об инвалидах, потому что с переломами нормальной, так сказать, как бы законы джунглей. Жить было, в общем-то, человек был бесполезен для общества, и логично было бы его как бы ликвидировать. Да нет, ну просто, если бы они не забыли, что он бы просто не выжил. Ликвидировать его никто бы не ликвидировал, но он бы не выжил. Бросить тиграм и все. Ну бросить, бросили бы, просто его бросили бы и все бы, и забыли про него. И вот это поразительная вещь такая, которая доказывает, что на этом уровне уже существовала какая-то мораль, такая забота о ближнем. Это очень интересно само по себе. Но точнее, надо мне у Хава Крызаку попросить, потому что она это приводила к мне. Ирина, Ирина что-то хотела сказать? Не надо так далеко уходить к древним людям. Вот недавно нам всем сказали, что, собственно, вы биороботы, марсистская ленинская теория, да? Что это развитие по Дарвину у вас, что, собственно, вот мы жили, ну так, вся наша медицина, наука приспособлена именно к биороботу, что человек, он, собственно, является таким биологическим роботом. Ну да, это та точка зрения, которая говорит, что нет свободы выбора, что все детерминировано. Тогда можно уподобить его биороботу, действительно. Но мы как бы, наше внутреннее интуитивное знание говорит нам, что это не так. Каждый из нас ощущает, что у него есть свобода выбора, что у него есть свобода сделать добро и есть свобода сделать зло. И поэтому нам трудно, всем трудно. Я помню, в детстве мне было трудно принять эту точку зрения. Хотя я тогда, может быть, не была полностью реагиозной, но принять точку зрения, в соответствии с которой у меня нет души, у меня нет выбора, все это чисто детерминизм, это почти невозможно, потому что интуиция внутренняя человека этому противоречивает. Ну да, но нам это внушили, мы жили так всем обществом и довольно продолжительное количество лет. То есть это практически сработало в реалии. Как вы понимаете, на самом деле, наверняка очень мало кто в это верил. Все люди же чувствуют, что человек внушает, другое дело как на самом деле. Люди чувствовали, что есть совесть, мораль, там все. Ну это на протяжении всей истории есть такие падения, подъемы, падения, подъемы. Так она работает, так она устроена. Действительно бывают такие какие-то... Но это отдельный вопрос, почему возникла вот такой отход от религии. Да, вот общество Содома, как я помню, оно же тоже, в общем, было такого плана так примерно устроено, что говорилось, что как бы все предопределено, у каждого свое какое-то место, и поэтому нечего прям пытаться помогать ближнему, потому что так уж запланировано, что есть там богатые и бедные, там несчастные, там... Мое, свое, твое, и все. Никакой моралии, никакой заботы и так далее, да? То есть, получается, тот орган, которым мы чувствуем, что я не биоробот, это и есть живая душа. Да, это прекрасно. Ну вот и только непонятно дальше, что хочет Раф сказать, потому что получается, что Всевышний свою часть работы сделал, то есть он душу живую сделал. А как бы Раф ставит перед вопросом, я так поняла, что Земля не сделала до конца свою часть, а что еще должна сделать Земля? Это теперь должен сделать человек. Это работа, оставленная человеку. Он сам должен себя доделать. Поэтому мы видим задачу, прямо отсюда мы видим задачу, которую поставлены перед человеком. Он должен исправлять мир. То есть мы видели, на самом деле, здесь Раф об этом не говорил, но монитор рассказывал, что каждый день творения что-то было недоделано. То есть есть какие-то недоделки в мире, и их должен исправлять. Но тут мы видим, что должен исправлять человек. Прежде всего он должен исправлять себя. Это его задача в мире. Есть тут недоделка. У него есть эта душа живая, что это инструмент, в соответствии с которым он может делать моральный выбор. И он должен с этим работать. Он должен искать его. Он должен его реализовать. Ирина, секундочку. Простите, ради Бога. Вот момент еще, кстати, ведь имеется в виду, что и материальный мир тоже должен как-то преобразовываться. Вот недаром были данные заповеди о чистой и нечистой пище, о жертвоприношениях, о каких-то еще о том, как правильно вести хозяйство. То есть посвящать часть урожая Всевышнему, оставлять часть бедным. То есть даже и материальный мир должен включен быть именно в это преображение материи, преображение мира. Должен он себя исправлять в этом мире, не где-то еще. Работать в этом мире. Сказано, что властвуете над всеми животными и прочим, что человек отвечает за них, за всех. Как он себя ведет, это отражается на все противоречия. Не только в том плане, в плане морали, а ведь именно уже конкретно народ израильский, он уже должен был, я бы сказала, какая-то более высокая ступень. Не то, что вот только там будь хорошим, там не убивай, и будешь тебе хорошо. А тут много всяких было предписаний именно еще как вот именно вести себя именно в материальном мире. То есть материальный мир нужно тоже возвышать и как бы посвящать Богу и приближать тоже к Богу. Вот таким образом. Думаю, у всего этого есть связь с моралью. Это не стоит отдельным пунктом. Это часть. Человек должен весь этот мир действительно возделывать и охранять. Как сказано про Сан-Беденский, но это именно как полигон для его правильного морального выбора. Потому что все время во всех наших действиях, во всех наших преобразованиях мира возникают все время моральные вопросы. И это мы увидим дальше в течение всей книги. Возникает конфликт между Кайнами и Эвелем. Они вдвоем работают на земле, да? И тут же возникает конфликт между ними, что они не могут ужиться вдвоем. В их работе, собственно, на земле один говорит там, ну, неважно, они решили разделить мир так или всяк. Ну, это Медраши уже нам рассказывают, но так следует понимать того. Да, Ирина, что ты хотела еще сказать? Это уже у меня другие мысли возникли. Про Каина Авеля заговорили. Я уже про то начала думать. Просто Каин и Авель, они еще не были человеком. Это была линия. То есть середины еще не было. Только же Шет явился по образу и подобию Адама. А их Каина и Авеля родила Хава. То есть не сказано, что их родил Адам. Ну да, про Шета сказано, что по образу. Это правда. Но Каин и Эвелем, они уже были началом человечества. Если Адам и Хава, они были еще... Сделанными руками все мышцы, это уже отдельный вопрос. На самом деле Каин и Эвелем это такой прототип отношений между братьями, с которыми идет... Эта модель, она используется всюду. Она развивается, продвигается и так далее. Потому что главное, по маниту, главное вопрос человечества, это налаживает правильное отношение между братьями. И поэтому в самом начале у нас начинается все с конфликта братьев. Вот я хотела, вспомнила, что хотела спросить. Если человек должен исправлять себя, используя свою душу, ему была дана душа живая, как инструмент, вот вы сказали, Нехама, чтобы исправлять все. Но дело в том, что для человека это является очень сложным, вообще найти свою душу. Даже то есть, чтобы пользоваться этим инструментом, ему как-то надо его понимать. Но оказывается, это самый сложный момент. Конечно, конечно. Чтобы начать что-то исправлять, начать, нужно хотя бы научиться пользоваться этим инструментом душой. А человек им еще не может начать пользоваться. Так как он будет себя исправлять тогда, вот в чем дело. Вот ты пересни, пожалуйста, дальше там, чтобы было там непонятно в конце, что как раз. Ага, спасибо. Ну, это действительно сложно. Сколько уже прошло времени с начала истории, с начала истории. Мы все время пытаемся решить эту проблему. Иногда более спешно, на менее. Мы продвигаемся, но тем не менее все время мы попадаем в просаг. И не всегда правильно решаем главные вопросы. Я считаю, что сейчас очень, ну, в актуале вполне очень важные как бы вещи пытаться пытаться выяснить, что для нас важно в моральном плане. Совершенно непростые вопросы приходится решать правительством разных стран. кризис эпидемии. Что важнее? Моральный выбор это очень сложный. Когда все просто, не убивай, не кради, мне в голову не приходит зайти к соседям и украсть у них какую-нибудь булочку. Это простые вещи. Убивать, тем более, мне никого не хочется. Ну, может, был один раз случай, что хотелось убить, но это быстро прошло. Но самое сложное это когда есть сложный моральный вопрос, когда неочевиден, когда есть разные ценности, которые конфликтуют между собой. Что тебе важнее? Здоровье? Ну да, отключить как вот аппарат. У тебя есть один аппарат вентиляции легких с дыханием и кому предпочтительнее дать, пожилому человеку или молодому? Кто там для кого предпочесть? Я же на этой приблизительно домикаю. Но в данном случае, например, в Израиле, с одной стороны, мы пытаемся как можно меньше уменьшить количество смертей, заражений и так далее, и ущерба от эпидемии. С другой стороны, как только закрываем все, страшное падение экономики, куча людей оказывается без работы, множество теряют вообще источники пропитания, может быть, даже жилье и так далее. Кто-то там качает жизнь самоубийством из-за этого. И мы опять, это очень сложный вопрос, как сохранить правильное равновесие. Видимо, все еще считают, что мы уже вышли на такой уровень, что нас можно спрашивать. Я думаю, все-таки надо продолжить, да, Андрей? Да, конечно, мы уже очень далеко ушли, но мне кажется, было интересно. Очень интересно, разговор очень интересный, но мы немножко отступили. Ну, хорошо, мы остановились на том, что идет диалог Всевышнего и человеку, он сказал свое, теперь он ждет нашего ответа, то есть это вот то, что земля должна сделать часть работы, и мы теперь, соответственно, должны сделать правильный моральный выбор, чтобы, собственно, вернуться вот в тот день, там, где Всевышний вел диалог с Адамом, которым мы всем, собственно, и являемся. То есть, когда мы отвечаем ему, то мы находимся, в общем-то, в Ганедоне, где он разговаривает с нами. То есть, пока мы молчим, собственно, и диалога нет. Я вот так понимаю. Да, это интересно, а? Так, ну, хорошо, следующий кусочек, почему мы не видим Творца. Это помогает понять большую проблему в отношении верующих. Верующие говорят, что есть Бог, и Бог сотворил мир. А неверующие говорят, мы видим в мире только природу. Как вы говорите, что есть кто-то, кто сотворил этот мир, когда мы не встречаем его? Это напоминает мне историю с Лапласом, французским ученым, который читал Наполеону Бонапарту лекцию о возникновении Солнечной системы и объяснял, как согласно его научной теории образовалась Солнечная система. Тогда император спросил его, где Бог во всем этом? Лаплас ответил, ваше величество, я не нуждаюсь в этой гипотезе. Люди подумали, что Лаплас отрицает существование Бога, но это не так. Лаплас потом объяснил, что не собирался отрицать существование Творца. Он имел в виду, что невозможно привнести Творца как физическую необходимость. Бог – это не решение физического уравнения, ответом которого был бы вывод, что есть Бог. Но Владыка мира над всем этим. Весь этот мир прекрасно существует без прямого вмешательства Бога. Я напомню проблему. Атеисты говорят, кто вам сказал, что есть Творец? Как вы объясните то, что мы не видим его? Ответ, потому что он сейчас отдыхает, и у него седьмой день. Седьмой день – это время, когда Всевышний решил прекратить деятельность и отдал управление миром в руки человека. И здесь мы возвращаемся к парадоксу тому, который уже сегодня касался Раф, что Всевышний сотворил как бы идеальную ширму себе, за которой он спрятался, так что тут невозможно совершенно ничем доказать, что он есть. Там безупречный механизм создал, который дает возможность сказать, что его нет. Есть объяснение, что он находится в седьмом дне, отдыхает. Но у меня тут вопрос, чем это отличается от деизма? Есть такая философская теория деизма, что Бог есть, но он не вмешивается. И очень многие люди на самом деле даже не зная того, ее придерживаются. Это причем не связано с религией. Человек может быть религиозным, говорить, что Бог есть, и говорить, что он вмешивается, но когда ты с ним разговариваешь... Андрей пропадает, или мне так кажется? Я когда начинаю входить в раш и махать руками, у меня, наверное, пугается микрофон, я постараюсь не шевелиться. Ладно, шевелись, у меня не пропадал. То есть бывает, говоришь с верующим человеком, он говорит, Бог есть, ты ему спрашиваешь, он управляет миром? Управляет. Но вот когда начинаешь какие-то исторические обсуждать с ним события, выясняется, что он живет в мире, в котором Бог не вмешивается. Например, я говорю с людьми, вот образовалось государство Израиль, и об этом было написано в Торе еще 2000-3000 лет назад. И вот точно так же, как было написано, так и произошло. Значит, все, Геула, он приходит, он вмешался, а человек не говорит, о, да подумаешь, это люди создали, ничего тут такого необычного нет. Это говорит человек верующий, если его назвать деистом, он оскорбится, там будет. И как это понимать? Или еще пример, мы учим, что первое речение, написанное на скрижалях, это я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из Египта. Вот сегодня говорилось, что Египет это вмешательство, исход из Египта. Но есть и другой взгляд на это, что ведь все казни, они не распространялись на евреев, то есть у них все было нормально, там они не видели, там и вода у них была хорошая, и там скот их не побил, и так далее. То есть они вышли, как будто ничего такого необычного не случилось. И тут как бы гром-молния там является Всевышний на горе говорит, это я. То есть ты думал, что это природа, что ты сам вышел, что все нормально, на самом деле это я. Мне кажется, что вот это как раз основа нашей веры, то, что мы видим, что все происходит как будто нормально, как будто я делаю, как будто природа делает, какие-то природные законы, но у нас есть откровение, которое говорит, что на самом деле это все делает Бог, то, что нам кажется, что происходит путями природы. Да, вот интересный момент, кстати, вот несколько недель назад, когда была вот эта недельная глава, где говорился, повторял, как бы Маше повторял народу именно вот эти вот 10 речений, там вот был вопрос, комментаторы задавали вопрос, а почему Всевышний сказал, я Господь, который вывел тебя из Египта, а не я Господь, который сотворил небо и землю. Ну, как бы, это же круче, как бы сотворить небо и землю. Ну, вот именно вопрос, как вот Андрей сейчас сказал, был именно в том, что, ну, для нас сотворение неба и земли, это не очевидность, как бы, мы считаем, что это само собой, как бы, ну, вот мы рождаемся уже, и они уже есть, и небо, и земля, мы это, как бы, не видим, что Бог их сотворил. А вот то, что Бог там вывел народ Израиля из Египта, это вот очевидно, что вот, что вот, что вот, это явное вмешательство, явное проявление Всевышнего в этом мире, поэтому оно более наглядно, как бы, говорит. Да, он обращался к тем людям, для которых это было главное событие жизни, которые только что вот это пережили, да, и он приходит и говорит, это я сделал. Тот же принцип, то, что мы считаем в молитве «Казалось бы, дождь» это совершенно естественное явление, но Всевышний говорит, что в земле Израиля наличие или отсутствие дождя зависит от морального поведения народа. Как бы, что может быть более, более, так сказать, явным? То есть, не только грандиозные события, в которых действительно есть какие-то страфические следствия и очень светляющие фейверки там на горе Сина и так далее, но и такие каждодневные события, как выпадение дождя, это тоже впрямую зависит от морального поведения народа, это мой диалог со Всевышним, все, что происходит со мной, это то, что Бог мне хочет сказать, а то, что я делаю, это то, что я ему хочу сказать. То есть, идея о том, что человек все время находится в диалоге со Всевышним, она как бы основа монотеизма. При этом, я не вижу его явного проявления каждый день, но все, что со мной происходит, я понимаю, как его управление моей жизнью. Хотя по этому поводу, конечно, тоже есть разногласия. Вот там, Михаил, вот интересный момент еще, как бы, может быть, ближе ко времени откровения, что ли, вот к Синаисскому откровению, там было присутствие Бога, как бы было более очевидно, что ли, вот так вот, то есть там, ну не знаю, человек там, ведь был даже такой момент, что человек злословил о своем ближнем, и у него там на теле возникали всякие-то, какие-то язвы. Это то, что касается, это то, что касается в пустыне, да, в пустыне там они прямо жили в неестественной среде, на самом деле, надо понимать. Ну там же, как бы, говорилось и дальше, что это будет, то есть уже, когда придут в землю Израиля, само присутствие народа на этой земле зависит от его поведения, что вот, если вы будете вести себя хорошо, соблюдать все, вот вы будете, вам будет хорошо, у вас будет дождь, у вас будет там урожай, у вас будет там благо, а вот будете там отступать, вот у вас будут враги, у вас там все... Да, это сопровождает всю нашу историю, но при этом, конечно, все не так очевидно, потому что сразу мы сталкиваемся с вопросами праведника, которому плохо, и злодей, которому хорошо, это отдельная тема, но то, что человек находится все время в диалоге с Богом, хотя Бог, с другой стороны, он скрыт, это как бы основная наша установка. Да, ну вот именно то, что он скрылся за ширмой, да, в седьмой день, это... Он перестал действовать и предоставил нам действовать, то есть основные вещи, которые совершаются в этом мире, совершаются руками людей. Ну да, вот, так сказать, с этим тоже связаны какие-то моменты, вот атеисты говорят, там люди какие-то недалекие от религии, а почему я должен там, не знаю, благодарить Всевышнему там за пищу, которую он мне дает там, а почему? Я вот пошел, заработал, там съел, приготовил, съел, а где здесь Бог-то вообще, при чем здесь Бог? Это вот я сам все сделала вообще, что я... Почему я должен как-то искусственно, какую-то искусственную, так сказать, переводить какую-то переменную или какую-то вот, какую-то единицу вообще во все вот мироздание, об этом мы уже говорили. Да, которая вот лишняя совершенно, в общем-то, здесь. Вот так. Вот мне больше стал вопрос, обратила внимание, Анна, ты закончила, нет? Да-да, Ирина, давайте, да-да, проговорите, что вы хотели. Я говорю, вот обратила больше внимания, что Всевышний отдал все в руки человека, вот здесь вот у меня вопрос сразу возникает, мне кажется, здесь очень существенно важно именно, что это значит в руки человека и какого человека отдал это все Всевышний. Потому что вот от этого нужно отталкиваться, я думаю. Потому что ведь не просто в руки человека он отдал, а именно, я думаю, вот в этом плане здесь должен возникать вопрос вот избранности народа Израиля. Потому что... Это отдельный вопрос, да, это мы дойдем. Но это же не всего человека. Все человечество, оно что? Вот что может сделать все человечество, которое не знает о Всевышнем? Что оно должно делать? Что? Когда мы доходим до народа Израиля, то мы узнаем, что Израиль должен помочь человечеству. А само человечество, если в руки просто человека, как человека, это ничего не значит. Но была Вторая мировая война, но чуть не погибло все население. Вот. Спаслись. А все считают, благодаря Советский Союз всех спас. Но на самом деле ведь это не так было. Не из-за них помиловал Всевышний, не из-за того, что Россия спасла, а из-за того, что опять же из-за своего народа Всевышний спас. У него много очень посланников у Всевышнего. История, это очень сложная штука. И не только история. Даже жизнь каждого отдельного человека это сложная штука. Понять все смыслы, все сложности управления нам не дано особенно. Поэтому сейчас мы не можем этого все подробно влезать. Но главная идея, мы не дошли сейчас до народа Израиля. Мы только создали одного человека. И в этом человеке как бы мы сосредоточены на идее творения в данный момент. Потом она в самом начале берешит ради начатка то, что создал Всевышний. Это было ради Израиля. Ну да. Израиль должен привести все человечество, помочь человечеству познать Всевышнего и привести его к целетворению. Израиль не существует ради самого себя. Это понятно. И Рава об этом говорил тоже. Да, вот немножечко еще момент, что ведь народ Израиля это не потому, что там вот Бог там ну сказал, что вот там разделил людей как-то искусственно, сказал, что вы будете там Израиль, а вы не будете Израиль. А именно речь о том, что это некая такая часть человечества, которое именно в свое время сказал, что вот Богу, что я вот мы пойдем за тобой. То есть как бы это произошла вот эта вот селекция, как бы не то, чтобы Всевышний сказал, вот вы там будешь, а ты будешь моим народом, а вы не будете. Это союз, да, союз они заключили. Ну, союз, Ирина, ведь мы в истории про отцов еще читаем, что там в одной семье был один брат, который говорил, что я там буду служить Богу, а другой брат говорил, нет, а я буду там в материальном мире только жить там какими-то материальными интересами. То есть человек сам делал выбор даже вот в одной семье как бы, да, мы видим. То есть это вот люди, которые сказали Богу да, а кто-то сказал Богу нет, а мне ты не нужен, я вот, мне вот тут хорошо как бы, и мне больше ничего не нужно. Вот в чем дело. То есть это вот разделение произошло, так сказать, по выбору людей, а не потому, что Бог так их там искусственно разделил, что вот я вот вас выбрала, а вас вот вам не выбрала, вы идите отсюда. Примерно так вот. У меня вот другой вопрос совсем. Да, да, да. Сегодня я пробила просто максимально. Я даже не знаю, откуда это взялось, хотя уже сколько времени в этом живу, но у меня вот такой вопрос вдруг пробила. Как две тысячи лет вообще мир держался, на чем держался, пока не было государства Израиля, пока евреи были в России. Вот на чем держался мир? Лен, мне кажется, тоже на том, что евреи присутствовали во всех странах и во всех, примерно, почти, почти во всех. Ну, там, не знаю, европейские. Они же были в изгнании. У них как бы, у них была задача только выжить. Только выжить. Ну, мне кажется, вот это вот зерно, которое было посеяно. Да, но они смогли какую-то часть. То есть то, что было посеяно, вот это откровение было дано. Но так или иначе, оно же не ушло из мира-то. Оно так в каком-то искаженном виде, оно присутствовало. Да, ну, как бы, да. И это тоже. И то, что вот эти моральные моменты, которые в каком-то искаженном виде, но они присутствовали и в христианстве, сначала, потом и в исламе. То есть в религиях откровениях они тоже как-то меняли мир. Ну, пускай там не сразу, пускай там плохо, пускай медленно, но все-таки это тоже действовало. Совершенно верно. Нет, я думаю, что именно в это время, именно в это время... Можно я задам Ане вопрос сейчас? То есть, Ань, ты хочешь сказать, что пока евреи были в изгнании, мир весь держался на исламе и христианстве? Ну, я хочу сказать и то, и другое. И то, что присутствие, скажем так, евреев в человечестве напоминало людям о том, что вот как бы Бог, вот Бог и с нами пока вот евреи живы, как бы мы можем как бы наглядно видеть действия Всевышнего. То есть, его народ, он жив с нами, уже жив, несмотря на отсутствие государства, несмотря на отсутствие там внешней силы, как бы странно, но он не вымирает, он очень даже, очень даже, так сказать, с одной стороны. С другой стороны, как бы моральные принципы, которые были посеяны в свое время, они тоже проросли и в разных, так сказать, культурах, в разных цивилизациях тоже как-то прорастали. Вообще говоря, мы в истории видим, начиная с самого первого человека, второго, третьего и так далее, с первых династий, которые в конечном итоге все это приходит к потопу, но сколько проходит поколение? Проходит 10 поколений, которым дается очень много времени на то, чтобы исправиться без Израиля и без старых и без основ морали каких-то данных свыше. Всевышний ожидает все-таки, дает возможность человеку подняться. И на каждом этапе есть возможность какая-то, на каждом поколении есть возможность изменить ситуацию и подняться. Она не реализуется, но это и есть. После того, как Тара уже дана, она существует в мире и существует народ Израиля. Это удерживает мир от того, чтобы скатиться с новым потоком в каком-то, в каком-то смысле. Поскольку это существует, это как правильно сказала Аня, я думаю. То есть, вы хотите сказать, что все эти две тысячи лет Ашем ждал, когда все-таки вы уже потерпели, что он все вот это время ждал? Это его одно из самых главных свойств. Эра хапаема, долго терпение. Он дает время человечеству. На самом деле, снова, если мы будем как рассматривать историю с точки зрения Мониту, мы не знаем, что в каждый момент ничего неизвестно, что будет завтра. Ни у кого нет полиса страхового полиса, да? Да, да, да. Нету ни у кого. Мы не знаем, что завтра. Может быть, завтра все скатится куда-то и все исчезнет. Но мы стараемся и мы надеемся в каждый момент, что мы сможем продвинуться, подняться. И Бог этого ждет тоже. Он дает нам каждый раз возможность. В каждой точке истории есть какое-то разветвление. Мы можем подняться и можем впуститься. И дальше опять есть возможность. Туда или сюда. И нам дано много времени для того, чтобы продвинуться. И Бог дал эрахапаем долготерпевт. И он дал возможность народу Израиля повлиять на другие народы и измениться и поработать над своим моральным уровнем и вернуться назад в свою страну. И продолжать работу. Маленький. Ирина, прости, я молчу. Ирина, что вы хотите сказать. Хочу еще добавить тот аспект, что я думаю, что именно в это время, вот Лена, когда ты говоришь, как раз великие каббалисты творили Башем, Байсулям. Именно в это время этой люди... Байсулям, извините, это 20 век, это он уже когда началась Алиэна. Как раз война, как раз это время. Ну да, во время войны Башем-то нет, Башем-то совсем другое время. Я имею в виду, да, вот Башем-то в это вот тоже вот эти 2000 лет сюда он тоже входит. Резаль, действительно было такое подскудное развитие вещей. Самую суть, самую суть иудаизма, они писали душу, Таретта писали они каббалу, вот, то есть то, что должно привести мир в результате к Геуле. Вот, и поэтому это время ради них, даже ради них, как Всевышний говорил, что ради остатка он все время всегда будет сохранять этот мир. У него даже есть такое изречение, что у него всегда есть остаток. И вот эти люди, они, конечно, достойны того, чтобы ради них существовал весь мир. А всех остальных нас он терпел ради того, что вот... Есть же учение, Ирина, есть же учение о 36 праведниках, что в каждом поколении есть 36 праведников, которые были ради которых и, да, ради которых как бы не терпелиться. Ну, вот так, вот именно об этом. Всегда, всегда, надо еще добавить, что есть всегда два аспекта. Почему и ради чего, да? Ради чего, на самом деле, находится в будущем. Если Всевышний видит, что эта цель достижима в этот момент, то он ждет. В тот момент, что оказывается, что она недостижима, нужно какое-то вмешательство, он вмешивается. Но поскольку как-то эти 2000 лет, была перспектива, видимо, да, и она есть. Я хотела еще один момент. Я помню, я слышала такое интересное изречение, что, по-моему, прусский император Фридрих Великий, он как-то сказал какому-то своему философу придворному или какому-то, что вот я как-то не вижу, ну, это 18 век был, поэтому тогда в моде были вот эти всякие там теории уже атеизм, там, и что-то такое, просвещение. Вот он сказал, а где вот Бог-то в мире-то? Я как бы не вижу его, откуда мы знаем, что он действует? И вот этот философ, я уж не помню, кто это был, какой-то приближенный философ придворный, он говорит, ну, а как же, говорит, а вот евреи, вот еврейский народ как бы и являл собой как бы присутствие Бога-то в общем-то в мире-то, в общем-то. Окей. Да, нарушение законов природы, тоже как бы аргумент. Давайте продолжим еще немножко. Я нашел просто ответ на вопрос Лены, это был урок Рава Шерки, который я переводил, но не доделал перевод. Тут вот эта история, где Муше удивляется, что куст горит и не сгорает, да, то есть в чем его вопрос, что его удивило, что, ну, понятно, что куст это народ Израиля, который находится в изгнании в Египте, да, страдает. Если он не сгорает, то что питает огонь, да, и ответ, соответственно, явился ему Всевышний в пламени огня из куста, то есть что он понял, что шхина обитает в доме фараона и дает силу народу Египта, чтобы они порабощали Израиль. Тогда получается, что изгнание более тяжелая вещь, чем мы думали ранее. Ведь это не только изгнание народа Израиля, это изгнание шхины. И это то, что сказал Кадош Баруху Моше, я познал их боль, я чувствую боль их страдания, их боль, это моя боль. Как сказано, на твое спасение уповал я Всевышний. На твое спасение можно понять, как на мое спасение я надеялся, чтобы ты меня спас. Но он сказал на спасение твое. То есть как будто Всевышний тоже нуждается в спасении. Это говорит о том, что главная боль изгнания не только в том, что Израиль находится у народов мира, но также в том, что приятность Израиля находится у народов мира. То есть они воруют оттуда свет. То есть часть святов оттуда украдена, часть управления Всевышнего миром проходит теперь не через Израиль, а через народы мира. И это объясняется в книге Ирмиягу. Я поставил престол в Эйламе. Свой престол в Эйламе. Объясняет мораль из Праги в книге «Новый свет». Что значит «я поставил свой престол в Эйламе»? Как раньше обитал Всевышний Шхенаеву в Иерусалиме, теперь он обитает в доме Ахашвироша в Эйламе. Вот такой ответ. Ну, здравствуйте. Это вообще не ответ. А что теперь делать с этим, Андрей? Посадить в народы. Собственно, она уже спасена. Теперь есть государство Израиля. Ирина, успокойся. Теперь-то уже как раз все в порядке. Да нет, Лен, не об этом речь. Тут речь о другом. О том, что в присутствии Всевышнего не только через народ Израиля раскрывается, а через другие народы. Тут же сказано, что и фараона был какой-то свет, и в доме фараона был. Это когда был Израиль в изгнании. Ну да, все перевернулось. Ну так и сейчас тоже. А сейчас-то есть Израиль уже? Ну хорошо, слава Богу, есть. Но речь-то вопрос-то была о том, что 2000 лет не было Израиля. На чем держался? Да, ну вот ты получила ответ. Нет, я получила ответ. Ну вот ответ о том, что где-то в каких-то точках мира был свет, в каких-то местах был свет. Нет, нет, теперь все понятно. Слава Богу. Тогда в доме фараона, а 2000 лет она в доме у кого была? Ну, наверняка... У и дома. У и дома. У и дома. И в Европе, и в Азии, и там в Африке были какие-то праведники, которые тоже там, пускай они были там не эти самые там, не евреи там, и даже там не христиане, они могли тоже там быть нравственными, как-то чувствовать присутствие. Азияна, шхина-то страдать должна быть, должна была быть в них доме у фараона-то, и там нехорошо было? Конечно, ее нужно было спасти. Ее нужно было спасти. Можно сказать, что это, может быть, дочь фараона была. Традиция говорит, что она потом вышла, за кого же вышла? Замуж она? По-моему, за Калиева. За Калиева. То есть она была правильницей, да, и по поводу, например, этих самых повитух египетских тоже, есть мнение, что это были еврейские повитухи, а точно непонятность текста Писания, они были еврейские или нееврейские. Может быть, они были местные, египетские повитухи и поступали морально при этом. То есть там были исключения. Да, потому что не стоит впадать в крайность, что вот помимо там Израиля, нет вообще в мире ни морали, ни ничего. Слава Богу, в человечестве есть праведность и как бы посеяна в мире еще там современно, так, не знаю, Ноха там. Ну, посеяна она кем посеяна? Ну, кем, допустим, все-таки народ-то вся от Ноха произошли, все народы. Ну, когда это было? Вот сейчас, да, откуда мы знаем, что я не биоробот? Да, кто нам рассказал, что есть цель утворения? Кто нам рассказал? Мы родились в христианской цивилизации, которая, в свою очередь, так или иначе, может быть, действительно украла, как тут сказано, украла у евреев, у евреев украла эту идею о том, что... Ну, вот опять же получается. То же самое идет евреев. Там видеть все, что написано. Господа, я не знаю, у меня произошло какое-то... Вы меня слышите? Да, да. У меня экран почему-то потух. Это новый компьютер, и он, оказывается, тоже барахлит. Не могу понять, что я попробую там... А мы вас видим, Нехана. Видим и слышим. Мы видим и слышим. Да, да, но у меня что-то с экраном произошло, не знаю, что... Я вас не вижу. Ну, не знаю. Мы вас видим. Может быть, это знак, что нужно отсоединяться? Может быть, мы так на этом и остановимся, потому что мы так, вроде бы, как... Следующая тема там идет о святости. Я думаю, да, там пойдет немножко другая тема уже о святости. Но вопрос тогда остается для всех. Как спасать хино из-за дома? Да, ну, это можно... Мы сегодня очень много говорили уже на посторонние темы, но мне кажется, все равно было интересно. И спасибо всем большое. Так что, заканчиваем, да? Заканчиваем, наверное, да, потому что там уже немножко другая тема мы решили. Хорошо, да, тогда всем спасибо и до следующих встреч. Я остановил запись.